Длинные очереди из автобусов, толпы туристов, горы тюков с товарами. К такому положению вещей на пункте пропуска пограничной уже привыкли. Вместе с физическими лицами, перевозящими коммерческие партии товаров, на этоможне застревают обычные туристы-путешественники. И разделить эти потоки невозможно. Если человек часто пересекает таможенную границу, то, конечно, возникают вопросы к нему, с какой целью он часто пересекает. Таможенную границу, постоянно ли он перемещает товар из КНР в Российскую Федерацию. Ну и по поведению, если человек нервничает, то наводит на определенное подозрение, что, возможно, человек что-то скрывает, перемещается с сокрытием и так далее. С каждым годом помогает становится все больше. Только в этом году таможенники выявили почти 40 тысяч единиц контрафактной продукции. В аналогичном периоде 2017 года контрафакта было в два раза меньше. По количеству физлиц за 2017 год с ранением с 2016 год оформили 859 тысяч физлиц. Это на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По результатам работы на посту возбуждено 566 дел. Это за 2017 год. Если сравнивать с 2016 годом, то рост составил 4%. Отдельно стоит сказать и про сами автобусы. Пограничники просят водителей открыть и показать буквально все, что открывается, где возможно провести что-то нелегальное. На осмотр одного автобуса уходит 15-20 минут. Следующее направление – это движение нерегулярных транспортных средств. Данное направление транспортные средства идут вне расписания движения и, как правило, пребывает заблагодарение до начала работы пункта пропуска. И вот такие внеочередники и создают заторы. Вместо положенных 44 таможенники досматривают 68 автобусов ежедневно. А это почти наполовину больше положенной нормы. Потраченное время, потраченные нервы. Нормальное восприятие туриста – приехал, прошел, ушел. И чтобы со стороны контрольных органов большого времени задержки не было. Но вот здесь как раз речь идет о том, что прибывают к пункту пропуска нерегулярные, стоят, ждут своей очереди. Когда окна появляются в движении регулярных автобусов, у контролирующего органа в пункте пропуска возникает возможность пропустить. При этом функции для регулирования очередности движения ни пограничная, ни таможенная служба не имеют. Это функции Министерства транспорта. Если автобус подошел, при наличии документов туристов должны пропустить. На оформление всех элементарно не хватает рук. Через пункты пропуска у Сурийской таможни в 2015 году проследовало 1,2 миллиона физических лиц. С каждым годом эта цифра стремительно растет. В 2016-м количество проследовавших граждан составило 1 миллион 700 тысяч человек. В 2017-м почти 2 миллиона. Через один пункт пропуска пограничной ежедневно проходит 2 тысячи человек. Увеличивать штат и расширяться попросту некуда. Таможенный пост занимает площадь средней четырехкомнатной квартиры, 86 квадратов, плюс склады временного хранения конфиската. Исходя из полномочий таможен, он находится под контролем до определенного периода времени, пока не направится уведомление в полномочный президентом орган Росимущества территориальное. В городе Владивостоке у нас оно имеется, где судьба такого товара решается Росимущество, который наделен правом в отношении него. В свою очередь Росимущество проводит экспертизу товаров на предмет соответствия безопасности для жизни и здоровья людей и принимает решения о дальнейшей судьбе товаров, реализации уничтожения или утилизации. Товары легкой промышленности и продукты уничтожаются. В связи с чем, что в городе Владивостоке имеются многочисленные магазины, в том числе интернет-магазины по продаже таможенного конфиската. Заведомо незаконная ситуация, поскольку уполномоченный орган в отношении этого товара, как я уже сказала, Росимущество, более того, согласно закону таможенного регулирования, запрещено использование слова «таможенный» на вывесках, рекламных каких-то баннерах и словосочетаниях со словом «таможенный». То есть это карается законом. За первый квартал 2018 года товарооборот внешней торговли через уссурийскую таможню составил почти 300 миллионов долларов. По сравнению с 2017 годом стоимость товарооборота увеличилась в два раза. Конечно, по Магайке здесь капля в море. По большей части партии транспортируются грузовыми машинами и железной дорогой. Однако все товары идут через маленькие, неудобные пункты пропуска. Пункт пропуска, ну, несколько устарел, действительно. Требуется гораздо больше, наверное, площадей для оформления туристов, да? Мы не говорим сейчас про бурзовое направление. Вот. Ну, в перспективе, я буквально на прошлой неделе присутствовал при осмотре строящегося мапа Краскина. Заявлялось так, что декабрь будущего года, 2019-го, будет сдан в том числе и мап пограничник, который здесь строится и должен был быть сдан в 2012 году. Ходом строительства погранпереходов остался недоволен и полприезд в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В ходе осмотра объектов международного транспортного коридора «Приморья-2» в Хасанском районе Приморского края он высказал ряд замечаний. Картина не очень радостная, особенно она грустная по пунктам погранпереходов. На Краскина видели схему, из которой следует, что погранпереход должен был быть сдан в 2012 году, а на дворе – 2018. Шесть лет назад он должен был быть сдан. На сегодняшний день работы там, дай бог, если начнутся в ближайшее время, не очень отличается ситуацией и по пограничному, сообщил Трутнев на совещании во Владивостоке. Пока новые пункты пропуска не построены, туристам остается только ждать. А чтобы не застрять на границе, таможенники советуют гражданам при покупке путевок уточнять у туроператора, является ли рейс регулярным. В свою очередь, туркомпании при продаже путевок на нерегулярные рейсы должны сообщать клиентам о рисках при пересечении границы. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.